Скольжение коньков по льду, шум ветра и неповторимые звуки Байкала. Под такой аккомпанемент участники необычного марафона путешествовали по озеру три дня, больше 200 километров от поселка МРС до Листвянки. В пути преодолевали торосы, промоины, но тем не менее успевали любоваться красотами природы. По словам экстремалов, решаются на такое по нескольким причинам. Проверка себя на прочность, командный дух, альпинистский командный дух, которым нас заразили наши предшественники с предыдущих марафонов. Ну и Байкал, его красота, неповторимость, это всегда заряд дает на душе, и после этого пробега остается приятное воспоминание. Традиции путешествовать на коньках по Байкалу уже 40 лет. В 1972-м студенты Политеха и Госуниверситета в первый раз отправились покорять озеро. За годы менялись маршруты, участники пробовали даже лед Хуксугула, но ни разу не отменяли марафон. В 2012-м впервые решили пригласить всех желающих, правда, лишь на часть дистанции. Группа велосипедистов и конькобежцев присоединилась к основному составу только в Большом Галаусном. Проверку на выносливость прошли не все новички. Из-за сильного ветра и неопытности двое чуть не провалились под лед, но, к счастью, все обошлось. Их и еще человек пять не выдержавших сложностей доставил к финишу транспорт МЧС. Весь маршрут одолели только четыре человека. На такие расстояния бегать не приходилось раньше. Бегали на коробке расстояния, а тут первый раз такой длинный был пробег. Если бы не ветер встречный, было бы вообще замечательно. Особенно понравился второй день, когда было солнце, погода солнечная, краски были яркие. Все сразу фотоаппараты подоставали, давай фотографировать. В этом году марафон посвятили памяти известного иркутского альпиниста Валерия Попова, погибшего в Гималаях. Он был идейным вдохновителем таких путешествий и более десяти лет участвовал в них. Иван Ващук, Егор Ефремов, Вести Иркутск.